Это программа «Бизнес-курс». Меня зовут Анна Григорьева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о стратегии развития города Краснодара до 2030 года. И в гостях у меня, напомню, Евгений Панасенко, руководитель проектной группы по разработке стратегии социально-экономического развития Краснодара до 2030 года. Так официально это звучит. Мы начали говорить о стратегии, уже достаточно много о ней с вами рассказали, остановились на «умном городе». Я понимаю, что, наверное, понятие «умный город» у всех уже на устах, все его знают и понимают, но в нем кроется все-таки некий подвох. «умный город» — это не то, что многие думают, что это какие-то там сумасшедшие развитые технологии. Хотя, наверное, и они в том числе, да? Да, безусловно. Об «умном городе» я сам уже неоднократно рассказывал, но возвращаясь как раз-таки к моему ответу на предыдущий вопрос, что мы взяли с точки зрения развития города, вообще, в принципе, подхода «умный город» — это архитектура. Как состоит архитектура «умного города»? Вот то, что привыкли люди видеть в виде высоких технологий, датчиков, приложений и так далее, и тому подобное, что облегчает, казалось бы, жизнь каждого горожанина — это верхушка айсберга. Первым слоем, самым основным, это лежит инфраструктура. Только развитие качественной инфраструктуры я привожу всегда один и тот же, просто он очень иллюстративный пример. Мы можем взять старую трубу, обвешать ее датчиками, как елку, новогодними игрушками, и получить на выходе, что у нас 50% потерь воды. Что нам это даст? Ничего, кроме осознавания того, что мы потратили много денег и осознали, что у нас потери воды, нам нужно менять эту трубу. Соответственно, вот эта архитектура «умного города», когда мы формируем базовый слой инфраструктуры, потом формируем данные, потом уже формируем непосредственно тот контент, который мы можем непосредственно выдать пользователю и уже на самом верху сформировать все решения в виде приложений, датчиков и все, что мы видим на поверхности, только реализация такого пошагового подхода сможет принести видимые результаты. Вот именно архитектуру «умного города» мы закладываем в принципе в стратегию, что без решения базовых потребностей в виде вопросов по социальной инфраструктуре, о которых мы говорили, транспортной инфраструктуре, инженерной инфраструктуре, мы не добьемся никакими высокими технологиями, либо какими-то другими вещами качественного перелома. То есть все должно быть поступательно. И поэтому вы правильно сказали, «умный город» — это, да, это про высокие технологии, но в первую очередь это про разумный подход к реализации всех проектов на территории города Краснодара. Я недаром сказал, что это проект, который пронизывает все сферы жизни города Краснодара. «Умный город» — это про и социальные вещи, это умная школа, умный детский сад, это про транспорт, это умные светофоры, умные остановки и так далее, и тому подобное. Это и про бизнес, это бережливое производство, высокопроизводительность труда и много-много чего, что мы говорим. Не на рамках цифровой экономики уделяется такое пристальное внимание на уровне национальных проектов, на уровне стратегии края и вообще, в принципе, влияние, внимание со стороны Российской Федерации, потому что, еще раз повторюсь, это подход. И я, если честно, для себя «умный город» — это иностранный термин, «смарт-сити», его перевожу не как «умный город», а как «разумный город», потому что это более правильный перевод именно с точки зрения понимания сути реализации этого проекта. «Умный город», «разумный город» — это полбеды. Когда вы об этом говорите, у меня в голове рисуется, знаете, картинка из какого-то фантастического американского фильма. То есть, ну вот честно... Где летают машины. Да, где летают машины, когда там без проводов ездят трамваи по воздуху и прочие вещи. И даже понятие креативного, наверное, бизнеса тоже где-то в сценарии этого фильма присутствует. Я, например, могу понять, почему креативный бизнес развивается в центральной части страны нашей. Не могу понять, как мы будем привлекать его в Краснодар и какой это должен быть креативный бизнес. То есть, мне кажется, уже все придумано. Я, опять же, ошибаюсь. Я знаю, что придумать можно еще много всего. Как и какой креативный бизнес мы бы хотели видеть в городе Краснодаре в рамках вот этой стратегии? Если коротко ответить, абсолютно все направления креативных индустрий, которые есть на данный момент, и которые появятся в ближайшее время, а если мы вспомним 10 лет назад, как выглядел сотовый телефон и как выглядит сейчас, как выглядел интернет 10 лет назад и как выглядит сейчас, я приведу конкретные цифры. 95% информации в интернет было залито туда с 2016 по 2018 год. За два года 95% информации было выложено в сеть. Сколько выложено за 2019 год, пока мы не знаем, и я не удивлюсь, что больше, чем выложено за все предыдущие годы. Это факт. Поэтому развитие нашего всех технологий, в первую очередь вот этих вот креативных индустрий, оно идет семимильными шагами. И мы говорим о том, что все абсолютно направления, которые мы закладываем в стратегии, которые будут формироваться в процессе реализации этой стратегии, мы всех ждем. Отличительная особенность креативных индустрий и вообще представителей креативных индустрий – это высокотребовательные люди. Высокотребовательные, в первую очередь, к себе и к комфорту с точки зрения жизни. Это люди очень мобильные, которые поездили по России, которые ездили по миру и увидели, как можно жить. Поэтому для того, чтобы их задержать и привлечь, нам, как я уже говорил, необходимо создать максимально комфортную городскую среду. Для того, чтобы здесь было, помимо того, что удобно жить, удобно ходить, удобно ездить, было где развлекаться, где сходить куда-то культурно, обогатиться и так далее и тому подобное. То есть мы должны создать по всем абсолютно сферам максимально комфортные условия, взяв самое лучшее и применив на территории города. Вот сформировав условия, у нас не будет никаких вопросов с точки зрения того, каким образом привлечь креативные индустрии, именно представители креативных индустрий, они сами к нам приедут. То есть наша основная задача, в первую очередь, администрация, которая является основным исполнителем стратегии, это формировать условия и развивать инфраструктуру комфортную, как для жителей города, которые, может быть, на данный момент сейчас, ну просто мы говорим про школьников, про студентов университета, еще и не мыслят себя как представителями креативного класса, которые будут ими, так и для тех гостей, которые хотят приехать в город и остаться, и развивать город, и вкладывать свои знания в экономику города Краснодара. То есть все-таки мы говорим о привлечении новых людей в город Краснодара? В том числе, безусловно, в том числе. Основная задача, безусловно, растить, растить своих, и это все очень важно. Мы уже затрагивали тему по поводу того, что у нас, к сожалению, есть определенный отток. Как задержать своих, оставить, потому что дать возможность реализовать здесь на месте свой весь потенциал. А как его можно оставить, создать качественную инфраструктуру городской среды и дать ему рабочее место, в котором он будет хорошо работать, создавать новые объекты, создавать новые проекты, реализовываться, где есть возможность выхода, в том числе на международный рынок, и удовлетворение своих, в том числе каких-то, я не знаю, амбиций, в хорошем смысле этого слова. А когда вы работали над стратегией, и вот сейчас на этих встречах представители бизнеса приходят? Какие они вопросы задают? Что их волнует? Чего они опасаются? Что волнует бизнес? Разные бизнесы волнуют разные проблемы. Если агрегировать все волнения и опасения, о чем говорит крупный достаточный бизнес, то это транспорт. Безусловно, проблемы с логистикой. И отсутствие как раз-таки возможности быстро, качественно доставлять товары из точки А в точку Б, то есть выезды из города и так далее, и тому подобное, волнуют проблемы квалификации трудовых ресурсов. Потому что у нас, к сожалению, есть дисбаланс тех, на кого у нас учатся, и тех, кто требуется непосредственно рынку. Это второй, наверное, не по важности, но второй вопрос, о котором тоже говорит бизнес. Третий немаловажный момент, это когда они создают качественные условия для людей. Городу не хватает определенных, в том числе каких-то культурных объектов, где можно немножко разрядиться после рабочего дня. У нас безумное количество ресторанов, очень классных, которые входят в топ-50 лучших ресторанов России и так далее. Недостаток определенных вещей не с классическим интертейментом, почему я это слово использую, английское, потому что все привыкли к интертейменту, развлечениям. Нет, я говорю про немножко какие-то досуговые вещи. На территории города это общественные пространства. У нас есть парк Краснодар, здорово, замечательно, но он один. То есть нужно формировать какие-то дополнительные зоны. Никто не говорит по поводу каких-то проблем с точки зрения законодательства, налогов. Нет, абсолютно. Не мои слова, там как бы цитата. Нас особо не трогайте, мы сами как бы самостоятельно развеем свой бизнес, и поэтому как бы люди не жалуются. И, в принципе, исходя из вот этих вот, из этой обратной связи, мы и формируем акценты в рамках стратегии, что бизнес на территории города Краснодара, он самодостаточный, но есть как раз таки вот базовые, инфраструктурные, вот уже вот, говорю, моменты, реализация которых позволит качественно увести город на совершенно другую ступеньку, следующую ступеньку, для того, чтобы мы стали разумным городом, умным городом. Я так поняла, что вся стратегия развита, ну, разбита на этапы, да? Первый — это вот два года, потом 25-й, потом 30-й. 22-й, 25-й, 30-й — это три рэперные точки, которые есть у нас в стратегии, соответственно, как бы плюс еще она разбита на сценарии, инерционный, базовый, оптимистический сценарий. Но мы уже начали реализовывать стратегию в жизнь, правильно? Да, работа над стратегией длится достаточно давно, и очень многие элементы, которые закладываются в стратегии, они уже, их можно как-то увидеть и даже воспользоваться. Например, в рамках поддержки малого и среднего бизнеса на территории города Краснодар открыт первый центр поддержки на Северное-365, «Кворкинг-центр-платформа». Платформа, да. Платформа — это как раз-таки один из примеров развития, направления развития, которое заложено в стратегии по поддержке малого и среднего бизнеса. Другие примеры — это, например, тот же Яблуновский мост. Да, у нас в стратегии в рамках транспортной инфраструктуры заложено строительство двух мостов через реку Кубань, один из которых является вот дублер Яблуновского моста. Мы можем поехать и посмотреть, стройка идет. Другой пример — это формирование набережной вдоль реки Кубань. Первый этап — мы уже можем погулять. На следующий этап в этом году начинаются проектирование по берегу, укреплению и соединение юбилейного микрорайона с Тургеневским мостом для того, чтобы уже получился полноценный, хоть и небольшой кусок от общего проекта, но все равно единый путь, по которому можно прогуляться. Плюс это еще должно, насколько я знаю, стать точкой притяжения такого. Дополнительной точкой притяжения для развития туризма в городе Краснодаре. Безусловно, все крупные города, в том числе европейские столицы, они развернуты к воде. Это все набережные, по которым туристы и местные жители гуляют, получают от этого удовольствие. Поэтому много чего на самом деле реализуется, потому что в процессе реализации стратегии мы взаимодействуем с властью не просто на какой-то периодической основе, а просто на еженедельные, может быть, иногда даже ежедневные встречи, обсуждения. И если есть какой-то проект, который можно реализовать здесь и сейчас, зачем ждать каких-то реперных точек для того, чтобы начать к чему-то идти? Брать и делать, что и делает непосредственно наша администрация. Ну вот 2022 год первая будет такая точка, когда можно, громко опять же говорю, подводить итоги, наверное, еще очень-очень рано. Ну, собственно, даже, наверное, в 2030 году рано будет подводить итоги, потому что дальше будет все это развитие идти. Но в 2022 году что мы должны увидеть? Есть ли у вас, ну, хочется оптимистичный, конечно, сценарий услышать. В оптимистичном сценарии, что мы должны в 2022 году увидеть в городе Краснодаре? Согласно стратегии. Ну, смотрите, каких-то крупных, фундаментальных, флагманских проектов, к сожалению, мы не увидим, потому что даже аэропорт, который является одним из флагманских проектов, к 2022 году полностью функционировать не будет. Да, он в этом 2020 году начнет состроиться, но ввестись в эксплуатацию, скорее всего, будет в 2023 году, да, и мы сможем там первые рейсы совершить уже совершенно нового качественного терминала. И почему это, в том числе, как бы и сроки завязаны? Потому что для того, чтобы ввести в эксплуатацию аэропорт, нужно подвести дорогу. А новый АВК, который располагается, будет совершенно в другом месте, это чистое поле, построив который, мы не сможем просто к нему подъехать. Поэтому это взаимоувязанные вещи. Поэтому какого-то фундаментального с точки зрения реализации крупных проектов, флагманских, заложенных на территории города, к сожалению, мы в полном объеме не увидим, ну, за исключением увеличения тех же вот центров. Яблоновский мост-то увидим. Яблоновский мост к 22-му году, ну, к концу 22-го года, да, по планам он должен быть реализован. Тем более финансирование уже на этот год выделено, поэтому я думаю, что как бы этот момент будет. Но мы к 22-му году должны увидеть очень много реализованных направлений развития, начиная от туристических карт, например, там, связанных с формированием новых общественных зон, зеленых насаждений, которые вот-вот-вот мы можем уже почитать, потому что мы сами ходим и голосуем за эти объекты, которые также входят в стратегию. Да, мы сами ходим и сажаем еще. Это, кстати, тоже одно из направлений развития вовлечения граждан в управление города и в реализацию этой стратегии. Это прям отдельный блок посвящен этому. Да, да, да. Потому что это немаловажный фактор. Администрация, администрация, но стратегия пишется для горожан. Основной выгодоприобретатель стратегии — это не администрация города, это горожане. Это и сотрудник администрации, это и представитель бизнеса, и это представитель общественно-социального блока. Ну, то есть это все люди, которые живут. Поэтому этому уделяется очень большое внимание, потому что переложить на кого-то ответственность за реализацию проекта — это самый простой путь. Ну, не получилось, но вот он виноват. Почему? Ну, вот что-то у него пошло не так. Ну, если что, мы его уволим. Это обычно у нас так же, да, значит? Да, да. Здесь же как бы мы нацелены на результат. Я действительно, когда... Ну, Краснодар — мой родной город. Понятное дело, что я этот проект никогда не воспринимал как бизнес-проект. Для меня это что-то большее, лично для меня, как для жителя города Краснодара. И я понимаю, что реализация хотя бы 85-90% того, что заложено, это минимальный для меня как бы тот показатель, который должен осуществиться к 30-му году. Вы правильно сказали, что многие проекты выйдут за 30-й год. Мы закладывали в стратегию проекты до 42-го, до 45-го года, потому что, ну, они очень масштабные, очень большие, очень капиталоемкие, очень тяжелые с точки зрения реализации. Закладывали некую преемственность для следующих стратегий. Потому что, ну, как бы, есть у нас законодательное ограничение до 30-го года, но мы понимаем, что как бы стратегия в 30-м году не закончится. Нам нужно как бы жить дальше. И вот на эту базу можно будет накладывать как бы уже следующие документы. Но вот именно преемственность и пользовательские возможности самого документа, да, чтобы можно было просто взять и как дорожную карту пройти и сделать те вещи и достичь определенных показателей, вот это вот как бы сама основа того, что мы закладывали в этот документ, когда разрабатывали. Поэтому и работали очень долго, с одной стороны, и, с другой стороны, например, те же вот, с чего мы начинали, круглые столы, которые мы проводили, которых, в принципе, как бы, ну, не обязаны были их проводить. Это был как раз-таки элемент того, чтобы рассказать, рассказать, получить максимально качественную обратную связь, получить вопросы, которые мы могли по какой-то причине не отразить, получить дополнения и комментарии, чтобы из этого документа сделать не просто документ в рамках, там, 172-го ФЗ, который будет, который обязан иметь каждый муниципалитет, а именно рабочий документ, там, ну, есть, конечно, такой слоган, который я уже употреблял не раз, там, некую конституцию социально-экономического прогресса города Краснодара. То есть мы действительно, как бы, хотели сформировать тот документ, который будет максимально конкретен и который привнесет к конкретным результатам улучшение качества жизни жителей города Краснодара, жителей Краснодарского края, потому что, ну, что говорите, мы вклад вносим, как город Краснодар, в общую копилку региона, очень немаленькую, называем вещи своими именами, поэтому, как бы, нам нужно поддерживать этот статус и только увеличиваться и увеличиваться. Евгений, сколько бы мы вопросов с вами не обсудили, все, мне кажется, в рамках стратегии обсудить, ну, вот невозможно. Спасибо вам большое за очень обстоятельную беседу, я искренне верю в то, что все это станет реальностью и, конечно, с вашей помощью и с помощью, наверное, каждого живущего в городе Краснодаре, ну, и пусть не в 22-м году, не в 25-м, просто каждый день ходить и любоваться тем, что происходит, и знать, что ты какую-то маленькую толику свою вложил в это, очень хочется. Верю, что каждый из того миллиона официально зарегистрированных краснодарцев как-то примут в этом участие, конечно же, в позитивном отношении. Спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. Я точно знаю, что у нас еще будет повод для встречи, потому что обговорить все в рамках стратегии невозможно. Обязательно приходите, как только захочется. Хорошо, спасибо за приглашение, обязательно приму его. Буду рада видеть вас всегда, спасибо еще раз. Спасибо, да. Это была программа «Бизнес-курс». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»